Итак, друзья, всем привет! С вами снова Настя Лиргия. Очень-очень рада вас видеть. Давайте перед тем, как перейти к теме этого видео, очень интересной. Я хочу вам рассказать две такие новости, первые из которых, что нас с вами, ребята, показали по Спасу, по телеку, в эфире. Но мы идем дальше. Вот интересная очень история. Я с начала года являюсь помощником ректора по внеучебной работе в Российском православном университете. У нас невероятно талантливые студенты. И, как выяснилось буквально на днях, одна из студентов ведет свой собственный канал, видеоканал, где публикует свои ролики об ипотерапии, о православной психологии. Также она публикует прохождение компьютерных игр. И вот Настя, которая под ником Настя Лир публикует эти ролики, один из них посвящен как раз православной психологии и разбору книги «Влюбленность, бор или дар». Полное название книги «Влюбленность, любовь, зависимость. Христианская психология». О том, что думает наша студентка об этой книге в небольшом отрывке из ее ролика. Давай. Многие психологи считают, что именно источник как раз любви, который человек испытывает, оно находится внутри. И это сердце человека. Потому что, если так подумать, как писал Достоевский, цитата, чтобы любить человека, не обязательно быть с ним рядом постоянно. Достаточно только изредка смотреть на его фотографию и знать, что у него все хорошо. Потому что, даже если мы не видим человека, и он далеко от нас, или, не дай бог, он умер, или еще что-то, мы все равно можем испытывать эти приятные чувства, потому что источник здесь, не где-то там. Это огромный плюс вообще всего, потому что оно всегда с тобой. Вы можете уже перестать общаться с человеком или еще что-то, но любовь-то, она всегда с тобой. Подписывайся на Настю Лир, у нее уже 18 тысяч подписчиков. На самом деле, это очень много для видеоканалов, особенно вот таких небольших, рассказывающих каких-то таких простых православных тем. Я не хочу много говорить о том, почему, как и что, но просто это факт, что мы с вами засветились на телеке. Вот, а вторая тема, которую я хотела бы вам рассказать, это то, что моя подруга брала интервью в институте у нас по поводу наших курсовых работ. И я рассказывала про ипотерапию, вы можете тоже перейти в описании, я там оставила ссылку. Вот, я думаю, что вам тоже будет интересно, можете перейти почитать, там правда хорошо. Я хочу сказать, что все вещи, которые я буду сегодня говорить, это мой личный жизненный опыт, хотя он пока что маленький, но тем не менее, я думаю, что он имеет право быть. Звания, термины и так далее, это опять же мое, как я это все называю, как я это все чувствую. Можно начать с того, что да, мне кажется, почти у каждого человека в этом мире была невзаимная любовь. И как раз отвечая на вопрос, как же не убить в себе любовь, если нет взаимности, хочется мне рассмотреть два вида любви, которые я выделила сама. Первый — это любовь в подарок, а второй — это любовь в обладание. Но сейчас я вам поподробнее расскажу о каждом из этих видов, их характеристики, чтобы вы постарались сопоставить это со своей жизнью, со своей ситуацией, со своей, возможно, историей. Итак, любовь в подарок. Она у нас вечная, очень щедрая, независимая, жертвенная, спокойная, уверенная, свободная, и самое, мне кажется, главное — это радостная и благодарная. Это подлинная любовь, когда ты любишь человека не потому, что он любит себя, а потому что тебе хочется дарить эти чувства. Теперь про любовь в обладание. Она, в свою очередь, является моделью потребительских отношений, и характеризуется она неполноценностью, ненасыщаемостью, также она требует постоянного подтверждения в поступках, действиях и так далее. Это ориентация на свои желания, это тревога, эгоизм, страсть и зависимость, а также искажение восприятия другого человека. Первое — это желание строить, вкладываться, отдавать. Это полнота, когда тебе хорошо с самим собой, и это не зависит ни от каких внешних показателей, от того, есть человек рядом, которого ты любишь или нет. Твоя любовь, её источник находится внутри, никто не сможет забрать её у тебя, потому что она внутри у тебя. Если он любит кого-то другого, это не мешает тебе любить его, это просто крыша с нос на самом деле, потому что у меня это, когда до меня дошло, у меня просто так бум, это вообще возможно. Когда ты даришь кому-то подарок, ты хочешь отблагодарить человека чем-то, или же порадовать. Поэтому радость и благодарность — это две ключевые характеристики именно любви подарка. А второе — любовь, обладание, она носит разрушительный характер. Это когда ты хочешь всё себе, всё внимание себе, всю любовь себе, и ты хочешь не отдавать, а брать. Это желание эмоционально и физически обладать человеком. Такая, знаете, чёрная дыра внутри, которая ноет и которая ничем нельзя заполнить. Она ненасыщаемая и неполноценная. Последите за своим состоянием. Если чаще всего, когда вы не рядом с объектом своей влюблённости, вы опять же грустите, унываете и печалитесь. Если это так, то ваш путь — это любовь-обладание. Там именно страх, потери и стресс. Большинство людей любят именно этим способом. И когда переживают невзаимность, падают вот в это — в отчаяние, в потерю смысла жизни и в худшем случае в суициды и депрессии. Это всё очень часто имеет корень именно вот здесь. Если есть два типа любви, есть два способа любить. В любви-обладании нет никакой работы над собой, никакой. Это очень простой путь. То есть зациклиться на каком-то другом и видеть в нём смысл жизни — это легче. Здесь нет никаких усилий. Легко скатиться, потому что, как мы знаем, по лестнице проще падать, чем подниматься. Потому что это какой-то труд. И как раз без труда и без работы над собой, над собой. Не над другим, понимаете, а над собой. Счастье в отношениях невозможно. То есть на что вы больше нацелены? На то, чтобы давать человеку счастье, давать любовь, делиться своей радостью. От того, что у вас там всё переполнено просто. Или же, наоборот, ощущение недостатка. Стараться заполнить свою пустоту как раз любовью другого человека. А при любви-подарке переживание невзаимности носит совсем другой характер. Спокойный, благодарный и радостный. Он ведёт гармонии. Но это очень тяжело. Когда, например, твоя любовь, не знаю, выходит замуж или женится на ком-то, а не на тебе. И ты понимаешь, что как хорошо. Человек счастлив. Так почему я по какой-то причине печалюсь? Если я люблю этого человека, ему будет лучше, например, в этой ситуации. То есть это забота не о своих каких-то желаниях, потребностях, чувствах. Это как раз альтруизм. То есть жертвенность. И мера любви настоящей любви. Это жертва. Конечно, это очень тяжело. То, что я сейчас так об этом просто говорю, это не значит, что ой, да чё там, парец-то, это ж, подумаешь. Всё равно даже, опять же, можешь продолжать любить этого человека, даже если он там с другим. Потому что у любви настоящей, у любви-подарка преград нету. И главный секрет, мне кажется, именно правильного переживания невзаимности, переживания её путём любви-подарка. Смысл в том, чтобы радоваться и благодарить вообще жизнь, что такой человек есть, в принципе. То есть перестроиться от любви-обладания на любовь-подарок. И начать уже дарить какие-то, не знаю, чувства, радость, любовь. Но делать это правильно. И когда у вас возникает какая-то грустняшечка, печалечка к вам прибегает и говорит, ой, мы не будем вместе, что же делать? То есть у вас должна такая молния прям ударять вам в голову и говорить, так, я люблю его, значит, я хочу, чтобы ему было хорошо. И важно ли со мной или нет? Иногда мы вроде как желаем человеку добра, но мы желаем не человеку добра, а мы желаем себе добра рядом с ним. Но будет ли ему хорошо с вами? Вы думали об этом или нет? Что ему нужно на самом деле? Вы задумывались об этом или нет? Когда мы хотим, чтобы человек был с нами, зачастую мы даже не представляем, что может быть и предназначен другой или другая, с которым или с которой ему или ей будет гораздо лучше и проще жить. Он будет счастлив именно с ней, а не с нами. Многим сложно это принять, потому что это отрицание каких-то своих желаний. Но настоящая любовь — это жертвенная любовь, это щедрая любовь, мера которой есть жертва. В теории я хочу с вами поговорить как раз о том, почему нельзя убивать любовь. Любовь не надо сдерживать, не надо убивать, ее нужно проявлять, потому что любовь — это энергия. И она всегда должна иметь свой выход, направленность, направленность на кого-то. Как раз в любви обладании человек эту направленность переключает на себя, а в любви подарки направляет на другого. И это естественно, то есть направляет на другого, потому что подарок ты даришь кому-то. И еще интересный момент в том, что когда ты даришь любовь или же подарок, эта любовь как раз в тебе, она приумножается. Нужно обязательно жить в любви и проявлять ее. И радоваться тому, что эти чувства в принципе появились, что они есть. И благодарить, благодарить за то, что есть такой человек, который вызывает у вас эти чувства. Пожелать ему радости, добра и счастья. И как раз перестраивать свое восприятие от любви обладания, которое по секрету почти у всех людей. Почти все люди на этой планете любят через любовь обладания. Поэтому у нас так много разводов, так много разных сложных ситуаций взаимоотношений мужчины и женщины, и не только. Все из-за этого, потому что люди не умеют правильно любить, потому что правильно любить это тяжело. Это труд, это работа над собой, это жертва. А многие сейчас не готовы на жертву. Именно в этом проблема современности. Мы знаем, что человек это существо, которое всегда стремится к благу, всегда стремится к любви, всему хорошему. Поэтому нам всегда приятно, когда нас хвалят, когда говорят, что мы хорошие, потому что у нас есть уже эта направленность, это стремление к любви. Поэтому, когда у вас возникают какие-то чувства, важно обязательно, это очень важно их выражать. Но выражать как? Через любовь-подарок. Как раз потому, что любовь-дар, мы не должны ее ограничивать. Надо дать любви свободу быть. Так что да, друзья, любовь раскрывает у нас все самое лучшее, самое прекрасное. И давайте дадим ей свободу, но будем правильно ее выражать. И реализовывать любовь-подарок во всей полноте. Сердце в клетку сажать нельзя, ни в коем случае. Надо давать сердцу крылья. Но показывать, в какое направление лететь этому сердцу. Вот такая интересная метафора. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, что оно не сильно вас напугало, нагрузило. Спасибо вам, что вы были со мной, что вы послушали мои мысли, потому что мне очень хотелось как-то высказаться. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Мне будет очень интересно прочитать. Спасибо, что были со мной. С вами была ваша Настя. Всем спасибо, всех люблю. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok